Северная ходьба – вид физической активности, который практически не имеет противопоказаний. Ходьба с палками, круглогодичный фитнес на свежем воздухе с дозированием физической нагрузки. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другую сторону. В Центральном парке Люберец тренировки проходят еженедельно по понедельникам и пятницам. Перед началом занятий – обязательная разминка, чтобы подготовить организм к нагрузкам. Скандинавская ходьба уже имеет своих последователей среди спортсменов и просто любителей здорового образа жизни. Скандинавская ходьба – она вообще очень разноплановая. Это и спорт, это и здоровье, это и реабилитация. В группе занимаются не только здоровые люди, но и те, которые имеют какие-то серьёзные заболевания по направлению. Скандинавская ходьба улучшает кровообращение, нормализует давление и сердцебиение. Она рекомендована после инфарктов и инсультов, способствует восстановлению равновесия и координации движений, избавляет от депрессии. Во-первых, у меня нормализовалось давление. Во-вторых, понимаете, здесь такой хороший коллектив. То есть ты приходишь, все мы люди разные, но здесь все доброжелательные, приветливые. Ты получаешь такой заряд эмоций на целый день. За это время я физически очень окрепла. То есть я после этих упражнений прихожу домой без всяких ощущений больших нагрузок. Люберчанка Наталья Логинова занимается в этом клубе около трёх лет. В процессе занятий мы овладели не только спортивными навыками, но мы сдружились. У нас целая команда, клубы по интересам. У нас и юмор, и песни, и шутки. В завершении занятий силовая тренировка и выполнение дыхательных упражнений, которые являются профилактикой острых респираторных вирусных инфекций, что актуально для осенне-зимнего периода. «Скандинавская ходьба, ты теперь моя судьба. С двумя палками хожу и здоровьем дорожу». Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.